Добрый вечер! Кормить нечем. Пустой стол. Поэтому вас буду сейчас кормить здоровыми, вкусными, питательными мыслями. Мы просто сейчас находимся в лесу. Конечно, здесь очень много сейчас кузнечиков и всяких интересных насекомых, которые можно покушать. Но у нас нет в данный момент костра, чтобы зажарить и съесть. И тем более, все-таки жалко насекомых кушать. Они все-таки тоже жить хотят. И тема будет очень интересная. Тема будет о приближающем учебном годе. Как детей подготовить, чтобы они все понимали и вспоминали. Итак, первая тема. Это, скорее всего, многим уже будет, наверное, эта тема неинтересна, потому что они уже сдали ЕГЭ и выпустились из школы. А многим предстоит еще сделать эту трудную задачу. Мы сейчас наняли репетиторов. Андрея тоже наняли репетитором. Он перешел в четвертый класс. Ему нужно немножко повторить некоторые предметы. И стоимость репетитора в Москве за 60 минут 1500 рублей. Если репетиторы имеют более высокую степень профессионализма, то, естественно, цифры уже зашкаливают до 3000 рублей. Да, Вадь? Ну да. Нет. Дальше предела верхнего нет. То есть, если люди, которые работают в УЗИ где-нибудь, то они поднимают статус. Я говорю, да, возможно, они действительно классный репетитор. Но дело в том, что про Андрюгу я не рассматриваю. Веронике через год ей нужно будет поступать, ей нужно будет сдавать экзамены. И поскольку она выбрала на текущий момент гуманитарную специальность, то ей придется сдавать русский и английский язык. И вот третий предмет еще пока не совсем ясно. Возможно, общество знания или история. Поэтому пришлось срочно искать репетитора. Остается один год. И если еще русский и английский там еще все с этим понятно более-менее, то очень трудно было найти репетитора по общественным и историческим наукам. Может быть, потому что для меня это очень сложно. Я по образованию математик, поэтому я ничем тут помочь не могу. Для меня это вообще темный лес. То есть не в плане того, что знания, а в плане того, что тут важны не знания, а важна подготовка к тестам. Здесь нужно буквально в смысле слова натаскать на сдачу вот этих вот пресловутых ЕГЭ. Потому что вот, насколько я понимаю, все-таки тут вопрос не знания, а вопрос правильно ориентироваться в этих тестах и отвечать на вопросы, как на экзамене, на любом думать о правильном ответе. Вот это очень сложная задача, поскольку выяснилось, что конкурс гуманитарной вузы вот сейчас вот намного выше, чем в естественно научные. Это я вот просто сравниваю на примере своего приятеля, которого сын в этом году поступает в физтех, и там проходной балл на многие факультеты, он чуть выше, чем 260. А на гуманитарные факультеты, когда я начал смотреть, то просто ужаснулся, потому что выяснилось, что там на некоторые факультеты там доходит до 50 человек на место, и на какую-нибудь там лингвистику проходной балл может легко быть там 286 и прочее, прочее. Вообще количество бюджетных мест на гуманитарные специальности, конечно, все меньше и меньше. Вот наше правительство об этом позаботилось, поэтому очень велика вероятность, что там через год практически не будет выбора, будет только платное образование. Я это тоже допускаю, но тем не менее ЕГЭ сдавать надо, поэтому приходится искать репетитора, как оно выйдет, так оно выйдет. И репетиторы, конечно, у кого дети подрастают, они осознают проблему, это то, что по каждому предмету, который предстоит сдавать на ЕГЭ, в общем-то, если вы все-таки рассчитываете поступить на бюджет, вам придется репетитора нанимать. Но за исключением того, если вы сами специалист в данной области. Что, к сожалению, в гуманитарных дисциплинах я не специалист, а Аленка там тем более. Поэтому вариант подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ самостоятельно он не прокалывает. Вот, собственно говоря, теперь по поводу институтов. Я еще только начал изучать, можно сказать, вот этот вопрос. Поэтому, если кто-нибудь, может быть, знает какие-нибудь отзывы о том, что, значит, о институтах гуманитарного профиля, да, причем частных институтов в Москве достаточно много, да, поэтому мы их отложили на, как говорится, рассмотрение на потом, я имею в виду только государственные. Да, из государственных мне удалось найти, вот по моим соображениям, это педагогический институт, который Московский государственный педагогический институт на Юго-Западной. Вот, а отзывы, как всегда, противоречивы. Если вы начнете искать где-то в интернете отзывы про любой институт, вы найдете массу как положительных, так и отрицательных. Что из этого правда, что нет, я не знаю. Да, Вероника пока в данный момент собирается изучать английский язык, да, в той или иной степени, то есть это будет, вот, в нынешнем представлении либо переводчик, либо педагог английского языка, и вот эти вот специальности предполагает либо педагогический институт, либо очень, как это говорится, крутой вуз институт лингвистический имени Мориса Тереза, но туда очень огромный конкурс, поэтому, скажем так, это крайне маловероятно. Вот, кроме того, тут у нас на юге есть еще РУДН, так называемый университет дружбы народов, бывший имени Патриса Лумумы, да, студенты которого съели сокурсника, если кто не знает. Ну, был такой анекдот в свое время. Он, по крайней мере, в территориальной доступности, можно сказать, что ближайший, да. Но, опять же, отзывы о нем противоречивы, противоречивы, и потом это университеты, там очень много специальностей, в том числе и медицины, и педагоги, и экономика, и все что угодно, да. То есть, иностранный язык как таковой там не является профилирующим, но, тем не менее, там относительно доступный там проходной балл. И, кроме того, хотя, с другой стороны, очень много отзывов, которые говорят о том, что вот именно на вас-то места не хватит, и заставят идти на платное отделение, да. То есть, вот такие вот. Хотя, отзывы, опять-таки, нельзя им доверять на 100%. Сколько стоит в год, если, допустим, небюджетный? Внебюджетный стоит в год, если вот верить тому, что написано на сайте вуза, а там иногда цифры за 2014 год, поэтому точно понять невозможно, да. Речь идет где-то о порядке там, в среднем 180 тысяч в год, да, на платном образовании. Но это, как говорится, минимальный порог, может быть только больше. Почему-то в вузах типа вот этих вот имени Мариса Тереза, а тем более, тем паче, в МГУ, там верхний потолок, он заскаливает за 300 тысяч. Конечно, сумма офигеть какая большая. Вот. Но пединституты и... А, еще есть, собственно говоря, РГГУ пресловутый. И РГГУ, ну, тоже отзывы разные, есть и хорошие, и плохие, но он расположен в центре, соответственно. И, опять же, гуманитарный университет, он государственный, но и университет, поэтому он предлагает много специальностей, там иностранный язык является пропеллирующим. Ну, еще из оставшихся, которые менее вероятны, но, тем не менее, существуют, это существует еще Московский областной педагогический университет, по-моему, существует литературный институт имени Шолохова, где тоже есть английский язык. Кстати говоря, конкурс почему-то туда не очень большой, не знаю почему, но он находится, конечно, на противоположном конце города совершенно, это метро Выхино. И, пожалуй, наверное, я все перечислил из... А, нет, еще кроме того, как ни странно, есть кафедры иностранных языков, таких институтов, как МАИ и МИСИС, но и там, и там уже обучение исключительно на платной основе. Ну, это, конечно, немножко странно, да, если человек идет на лингвистику, к примеру, и заканчивает, пускай покрутит иностранных языков, но МАИ, да, хотя я вот знаю, что во многих, ну, вернее, не во многих, можно считать, что во всех престижных вузах, включая и ПСТЕХ, и МИФИ, есть по меньшей мере кафедры экономики, где готовят экономистов, что, в общем-то, тоже, ну, звучит странно для меня, хотя тут, конечно, оценки могут быть неоднозначные. Ну, и, конечно, огромнейшее количество, как это говорится, небюджетных частных вузов, которые предполагают довольно божескую... Ну, да, и существует еще большое количество частных вузов, там, я уж не знаю, там, институты всевозможных, там, международный институт английского языка, но я так примерно говорю, название я на скидку не помню, да, этих вузов очень много, да, вот в плане рейтингов я очень сильно не ориентируюсь, ничего не могу сказать, кроме того, что стоимость обучения в этих институтах, имеющих государственную аккредитацию, да, но, тем не менее, не государственных, она существенно ниже чуть ли не в два раза, но перспективы выпускников мне, вот, честно говоря, на текущий момент непонятны, хотя, впрочем, они непонятны везде. Ну, вот, что касается гуманитарных вузов, я краткий такой обзор сделал, давайте хоть Леночку покажу. После шампуня, который я купила подружке, я сейчас мыла шампунем, который с кофе, и вот можете посмотреть результат. Вот, вот, отлично, смотрится. Там, там, вот такой, а, нет, давайте лучше так. Да. Не, ну все, у тебя длинные волосы, я сейчас начну завидовать. Я сегодня постригся, вот, и мне стрижка обошлась в 1300 рублей. А, Андрюху постригли недавно за 250 рублей, его постригли в эконом-классе, и не смотрите на то, что эконом-класс, главное, какие там мастера. Так что... Ну да, но мастера, кстати, мастерами там работают, в основном, таджики, по-моему. Я не это самое, не ничего. А ты знаешь, нет, вот мы ходим к одному, и он замечательно стрижет. Ну, стрижку мальчика, знаешь, постричь на самом деле не так уж и сложно. Ладно, пол с ним. Я знаю, вот, многие женщины там на пенсии уже начинают стричься самостоятельно. Ну, ладно. В общем, эконом и парикмахерский – это отдельная тема, но мы уже начали насчет образования и говорим насчет образования. Теперь, что касается специальности, на самом деле очень большой вопрос, потому что вот моя знакомая, хорошая наша сленка, Иришка из Сан-Диего, она говорит, ну что такое английский? Да, английский все знают. Ну, правильно, в Сан-Диего английский знают все. Она говорит, ну, надо какую-то общую специальность, там, типа, ну, я не знаю, там, управление персоналом или практическая психология плюс английский, то есть нельзя ограничиваться одной лингвистикой, да. Может быть, доля истины в этом есть. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения на эту тему, ну, там, поделитесь. Конечно, неприменение к Америке, в которой английский знают все, да, это никого не удивишь, а здесь вот я, может быть, так вот к чему, что здесь уроками английского языка, так или иначе можно заработать какой-то кусок хлеба, да, даже если там все остальное не получится и не пойдет. Естественно, если у вас есть какие-то родственники в какой-то сфере, то велика вероятность устроиться там работать у родственников, как говорится, чем сейчас в основном молодежь и занимается. Потому что я смотрел вот в какой-то, не помню, то ли в «Коммерсанте», то ли в «Деньгах», обзор зарплаты профессии по вузам, и там сделана такая субъективная оценка, буквально выпускники там вуза X получают такие-то зарплаты, что, в общем-то, конечно, неправда, и оценка очень как бы субъективная, потому что кто куда попадет и кого куда возьмут на вопрос. Не все выпускники даже престижных вузов, там типа физтех и все, попадают на высокие зарплаты. Да, все зависит от кого, где кто работает, потому что талантливые люди, конечно, безусловно, есть, но их очень мало. На основании единичных талантливых людей статистику не сделаешь, да. Поэтому все очень сильно сугубо индивидуально, и жизнь – это очень большая лотерея. И что еще хочется сказать, что вот те люди, которые говорят, да, вот, двигайтесь вот в этом направлении, я вам сейчас дам рецепт, то этот рецепт, он, конечно, всегда носит какой-то оттенок. Все люди к чему-то не договаривают, как правило. Поэтому если люди говорят вам, что я тут экономил на почтовых марках, и в результате купил квартиру, то вот вы не верьте, потому что за этим еще стоит, как в той истории, не помню, про Макдака, да, стоит богатый дедушка, который умер, оставил состояние, или муж, который волшебником работает, да, то есть все это сугубо, все лично индивидуально. Поэтому никогда не верьте, если люди говорят, что вот, блин, я всю жизнь работал адвокатом, и заработал все состояние квартиры, там, то и все подобное, и теперь живу безбедно, катаясь по паркам развлечений, то вы тоже не верьте, потому что вся история на самом деле другая, и те блоги, которые говорят вам одно, в жизни на самом деле свою истинную историю, они, конечно, скрывают, да, но я тоже не буду называть конкретные имена и фамилии, поэтому всему нужно относиться с определенной долей субъективизма. Не все, что выдается за рецепт, имеет реальное применение к вам, поэтому не рассчитывайте сразу, заработайте миллион, а в образование все равно надо вкладывать, да, и сколько бы ни говорило, ну, ладно, в общем, говорящие говорят, что образование – это бесполезная штука, образование, я считаю, что это тот капитал, в который стоит вкладывать деньги, ну, так или иначе, если они у вас есть, конечно говоря, если у вас нет денег, то вот нам вот, допустим, в моем детстве удалось выучиться бесплатно, за что я, в общем-то, вы знаете, благодарен, вот как ни странно, в эпоху социализма там были определенные плюсы, и один из них был – это бесплатное образование, и вот сейчас с благодарностью вспоминаю, что я вот и многие мои друзья, они точно так же, как я, приехали из провинции, значит, я поступил в МИФИ, мои друзья многие закончили в ФИСТЕХ, и они поступили в ВУЗ, и учились абсолютно бесплатно, и кроме того, мы еще получали стипендию, если я не ошибаюсь, что-то в районе 60 рублей, а 60 рублей – это была тогда половина зарплаты, вы знаете, студенту можно было жить на эти деньги, а сейчас, несмотря на то, что, во-первых, образование стало платным, во-вторых, еще и стипендия стала смешной. И еще не забывай, что ты жил вообще из жития. Ну да, это еще второй вопрос. Да, ты приехал, ты жил 6 лет в житии. Это уже мелочи, это деталь, но тем не менее, в эпоху социализма образование было, конечно, на порядок доступнее. И, скажем так, студенты от родителей, в общем-то, не зависели. Давай я подержу. Да, пришел в то время, как говорится, идти по пути образования учиться, то возможность такая, по крайней мере, была. А сейчас, если я тут устроен, представляю, чтобы я бы, допустим, приехал бы из Ялты, имея бедных родителей, по факту, то есть, чтобы я приехал в Москву и смог бы здесь жить, потому что я не верю в эти сказки про студентов, которые днем учатся, а вечером каким-то образом другим зарабатывают. Да, то есть, я там знаю очень мало профессий, да, то есть, торговля своим телом, да, которая реально позволяет зарабатывать большие деньги. Все остальные случаи, это чушь собачья, потому что, если вы учитесь на действительно вузе, который требует больших усилий, то на первых курсах вуза у вас просто физически не будет ни времени, ни возможности подрабатывать где-то, зарабатывая какие-то более-менее серьезные деньги, которые хватит на жизнь. Поэтому надежда в основном идет на родителей. Ну, а уж о проплатное образование, я уже вовсе молчу. А стипендия, как я вот недавно посмотрел, стипендия, мне сказали, что около полутора тысяч рублей, а единицы получают какую-то там именную повышенную стипендию, которая там может быть до пяти тысяч рублей, что, в общем-то говоря, конечно, смешные деньги по сравнению с Москвой. Но зарплаты и деньги – это отдельная тема, мы не будем, опять же, говорить о нее, потому что я вот в последнее время, меня почему-то очень ужасно раздражает, когда люди, которые понятия не имеют о финансах и все прочее, пытаются читать лекции и учить других, как жить, как экономить и как заработать большие деньги и купить особняк, значит, работая почтальоном и все прочее, прочее. Звучит, конечно, очень как красивая сказка, но в жизни очень у нас много людей, которые любят сказки про Иванушку-дурачка и все прочее, 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 и принимают это так или иначе за чистый момент. Ну, что ж, не такого вот на нас в России народ. Ну, в общем, собственно говоря, и все. Если у кого-то есть какие-нибудь идеи, действительно существенные, о том, какой именно тип образования, специальность, ну, за исключением, я имею в виду гуманитарную, да, техническими вопросами, там все ясно для меня, по крайней мере. А вот с гуманитарными специальностями, если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи о том, что действительно востребовано на самом деле, а не с теми того, что... Ой! Нет, нет. У меня, да, у меня папа работает в пиар-компании, поэтому я иду на пиар и считаю, что пиар – это перспективная отрасль, да. Вот, если у кого-то есть конструктивные идеи, действительно обоснованные, то было бы там интересно там послушать или увидеть какие-нибудь ссылки. Ну, собственно говоря, по поводу образования, хотя это обширная тема, такой краткий экскурс в гуманитарно-лингвистическое образование, то, что на сегодняшний момент я знаю, это я вот рассказал. Ну, Владюша, принципи... Московское образование дорогое. Если ехать дальше, то нужны очень огромные деньги. Допустим, человек захотел поехать обучаться в Лондон. Я вам сейчас скажу очень простой, кстати, дешевый способ совершенно. Да, то есть я на удивление узнал, вот смотрите, в Ялте в свое время было педагогическое училище. И, ну, довольно давно, может, еще там лет 10-15 назад, оно существовало, да. И потом оно вдруг фантастическим образом преобразовалось в Крымский государственный гуманитарный университет, да. Вот смотрите, какая метавархоза, да. И там появились какие-то некие профессора, правда, они там профессора, кандидаты там педагогических наук. И практически педагогическое училище волшебным образом превратилось в университет. Сейчас, значит, после, значит, смены власти этот университет стал филиалом Семперопольского университета. Но, тем не менее, вот это вот высшее учебное заведение, в котором 95, обратите внимание, 95% мест, как уверяется, бюджетное, да. То есть всего 5% места платные. И туда проступают практически все жители Крыма гарантированное поступление, потому что там очень смешной проходной балл. Я не помню конкретные цифры, но если вы не, как говорится, не круглый идиот, то поступление вам туда обеспечено, причем на бюджет. И вот вы, отучившись 5 лет в Ялтинском бывшем педагогическом институте, а нынче... Ну, я не хочу никого обидеть, потому что педагогическое училище, вернее, Ялтинское, оно выпускало довольно много кадров, но, как я знаю, то есть это было достаточно востребованное заведение, но, тем не менее, это было предучилище. Но теперь это стало высшее учебное заведение, да. И вот люди получают диплом, причем совершенно бесплатный и бюджетный диплом, отучившись 5 лет в Ялтинском УЗе. Это я вам говорю еще один путь, получить дешевое образование. Вопрос другой, да, вот удастся ли вам после него кто устроится на работу и кто вас возьмет, ну, от самого, скажем так, не преподавателем младшей класса, средней школы, а что-нибудь повыше, еще что-нибудь там подобное, то это вот очень большой для меня вопрос. Поэтому способы образования, они есть, конечно, разные. И я не исключаю таких вот вариантов, то есть я вот знаю людей, которые окончили даже, может быть, не только московские провинциальные вузы с хорошими там кафедрами, с какой-то там богатой историей, то есть есть такие случаи, но это случаи нечастые. Единичные. Единичные, но, тем не менее, бывают, да, то есть в свое время там хвалились там кафедрой. Вот я, кстати, например, знаю там Дашу из Донецка, которая окончила Донецкий институт и кафедру математики. Это Дарина Полс из Донецка. Мой друг окончил исторический факультет, но он, правда, перевелся в Симферопольский университет, но, тем не менее, ну, какая-то научная школа там существовала, и знания давали достаточно хорошие, то есть я считаю, приличные. Конечно, все относительно, но, тем не менее, сейчас все очень сильно поменялось, поскольку все люди, да, все хотят зарабатывать деньги, и, соответственно, кадровый голод он тоже сдает себе знать. По моим ощущениям, качество образования очень сильно упало. Но это мои вот такие сугубо ощущения, может быть, так, интуитивные. Большая часть учителей, которые, допустим, ушли из школы, стали частными предпринимателями, стали репетиторами. Нет, дело в том, да, дело даже не в этом, а дело в том, что вот у моих знакомых, у многих есть дети, они там, некоторые учатся в институтах, и вот, судя по этим рассказам, по крайней мере, если мы там на первых курсах учились от и до 6 дней в неделю, да, ну, это было в МИФИ, и на физмате, соответственно, то сейчас у людей, там, на какой-нибудь экономике, у них занятие 3 дня в неделю, там, буквально в смысле до обеда, и, собственно говоря, ну, скажем так, они не сильно напрягаются. Поэтому я так, поэтому делаю такой субъективный, может быть, необоснованный вывод, что качество образования, оно сильно снизилось. Ну, вот, собственно, говоря, и все. Хорошо, конечно, если у вас есть деньги на обучение за рубежом, причем в достаточно престижном вузе, тогда этот, говорится, вопрос не ваш. Мы это здесь рассматривать не будем. А есть, допустим, если институт направляет своих студентов за рубеж учиться? Да, кстати говоря, есть вот, ну, допустим, я просто привожу пример, у моего друга дочка учится в Пельхановском институте, и их отправили на стажировку на полгода, или даже на 9 месяцев в Финляндию, да, в Финляндию, или в Швецию. В Швецию, Вач, в Швецию. Вот, тем не менее, да, то есть вузы с хорошей историей, как говорится, с хорошей репутацией, они имеют возможность, кроме всего прочего, отправлять студентов на стажировку, причем бесплатно, я заметил, это очень существенно, что бесплатно, да, то есть хотя им приходилось платить какие-то деньги за общежитие, но обучение было бесплатное, это очень большие расходы, это очень большой плюс. Вообще, вот, по моим сведениям, образование в некоторых странах платное, в некоторых бесплатное, это все очень сильно зависит от страны, и, соответственно, результаты могут быть совершенно разные, но это тоже, опять, отдельная тема. Да. Все, на этом, наверное, закончим мы свое видео, все, она так получила, Сара, длинно. Если какие-то у вас есть вопросы, или, допустим, советы, рекомендации, пишите, пообщаемся, поговорим. Все, до новых встреч, всем пока!